Привет, друзья, на связи МК, это рубрика «Что там в IT» и сегодня вы узнаете, кто слил Windows 11 в сеть, когда появится ОЗУ DDR5 и сколько она будет стоить, на что способны новые дискретные видеокарты от Intel и как Китай устроил расправу над криптовалютами, заставив видеокарты упасть в цене. Поехали. Китай. Долгое время он был житницей биткоина. Дешевая электроэнергия, производство асиков, куча умных азиатов. Однако в Поднебесной с майнингом покончено. Последний оплот китайских майнеров, где было разрешено добывать крипту провинция Сычуань с населением 80 миллионов человек, сдалась. Жителям пора возвращаться на плантации перца и вернуть в производство сычуаньский соус во славу цифрового юаня. Народный банк Китая запретил платежному сервису Alipay, компании Alibaba, а также всем крупным банкам работать с криптой. 65% вычислительных мощностей мира, используемых для майнинга биткоинов, уходят в офлайн, а майнеры бегут в США и Канаду. На выходных хешрейт в сети биткоина просел аж вдвое. Это серьезно ударило по цене. За пару дней биткоин просел еще на 10% и торгуется в районе 31 тысячи долларов. Всего пару месяцев назад успешные криптоинвесторы отдавали за него больше 60 тысяч. А вы успели зафиксировать прибыль? По традиции падает биткоин еще сильнее остальные. К примеру, эфир, который так любят коллекционеры видеокарт, за неделю потерял 27%. Твиты Илона Маска уже не помогают. Подливают масло в агонии и другие. Богатый папа-бедный папа Роберт Киосаки и управляющий банком Америки в один голос заявляют, что пузырь биткоина скоро сдуется. Дяди в костюмах перешли в наступление на крипту. Официально Windows 11 должны представить 24 июня, однако ее ранняя бета утекла в сеть на неделю раньше. Microsoft подтвердила утечку и потребовала от Google удалить ссылки на индийский новостной сайт BeBoom, где и был изначально выложен ICO-образ новой винды. Кому интересен обзор на бету Windows 11 мы уже сделали, ссылка будет в описании. По сути, это обычная Windows 10 со слегка обновленным интерфейсом в стиле Windows 10X. Windows 11 лучшей десятки работает на процессорах с разнородными ядрами. Такие уже есть в линейке Intel Lakefield, которые имеют одно большое ядро и четыре маленьких. Тесты показывают, что на Windows 11 такие CPU работают лучше с разницей в 5-8%. И это важно, потому что за такими процессорами будущее. Осенью Intel представит следующее двенадцатое поколение, которое в топовой версии будет иметь 8 больших и 8 малых ядер. AMD в этом плане отстает, но они тоже собираются перейти на такую компоновку. И Windows 11 будет к этому готово. Десятку может постигнуть участь Windows 7, на которой уже есть проблемы с работой современных Ryzen. Покупатели новых CPU будут вынуждены ставить Windows 11 для получения максимальной производительности. Тем более, даже с 7-ки до 11-й можно будет обновиться совершенно бесплатно. К слову, поставить Windows 11 Home без интернета не получится. Завести офлайн аккаунт нельзя. С Pro-версией такого нелепого ограничения нет. Но самое важное, в Windows 11 все еще работает старый добрый пинбол. Хотя это не особо удивляет на фоне того, что в системе все еще осталась панель управления. Более того, пользователи раскопали, что часть значков осталась из Windows 3.11. Индусы. В любом случае, нужно понимать, что утекшая система – это незавершенная ранняя бета, что уже сообщили многие источники. И Microsoft тоже намекнула, что 24 июня покажет на презентации что-то большее. Об этом мы оперативно расскажем в нашей группе ВКонтакте. С падением криптовалюты упал и энтузиазм майнеров на видеокартах. Если раньше владелец RTX 3080 мог заработать до 2000 в день, то сейчас это жалкие 400 рублей. Майнеры, умеющие считать, понимают, что их бизнес-план больше не работает. Это охладило трахание, и куда меньше майнеров стали забирать топовые карточки на всю котлету. Все это повлекло за собой серьезное падение цен. Так если RTX 3070 месяц назад пытались штурмовать 200 тысяч рублей, то сейчас их реально найти за 130-140 тысяч. Судя по e-каталог, цены на некоторые модели уже приближаются к 110 тысячам. Если посмотреть на динамику цены, падение на 30-50 тысяч. Можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Да, это все еще втрое выше рекомендованной, но прогресс уже есть. Еще с выходом RTX 3060 в начале весны зеленые опробовали новую защиту от майнинга. К сожалению, неудачно. Случайно слив в сеть драйвер, на котором эти ограничения отсутствовали. Вторая попытка случилась в июне с RTX 3070 и 3080 Ti. Тогда Nvidia встроила не только программную, но и аппаратную защиту от добычи эфира. И это подействовало. RTX 3080 Ti сейчас можно найти ощутимо дешевле RTX 3080, потому что последняя майнит лучше. В играх же, разумеется, все наоборот. И теперь стало известно, что Nvidia точно нанесла последний удар по майнингу, встроив такую аппаратную защиту во все нововыпущенные видеокарты 3000 серии. На криптовалютных форумах уже стали появляться первые падаваны со свежими RTX 3060. Изначально предполагалось, что защита будет как у RTX 3080 и 3070 Ti. Добычу эфира порезали, остальные криптовалюты это не затронет. Но оказалось, что новые RTX 3060 плохо майнят вообще все. И Ergo, и Ravencoin, и Cortex. Причем падение хешрейта в сравнении с предыдущими RTX 3060 доходит до 50-70%, из-за чего временами старая GTX 1060 майнит лучше. Получается, новые RTX 3060 майнерам абсолютно не интересны. То же самое будет с обновленными RTX 3070 и 3080. Определить их можно по надписи на коробке LHR, что означает сниженный хешрейт. От такого количества позитивных новостей мы улетаем в космос. А там не все так хорошо. NASA сообщило, что телескоп Hubble переведен в безопасный режим, из которого его вывести не получается. Причем включить-выключить не помогает. 30 лет работало, но, судя по всему, поломка серьезная. Бортовой компьютер родом из 80-х не стартует ни с одним из двух модулей памяти на 64 килобайта. Инженеры NASA отмечают, что эта поломка может быть последней. К счастью, если все пойдет по плану, его заменит оверпрайснутый телескоп Джеймса Уэбба. Отправится он на орбиту уже в конце этого года. Intel решила поучаствовать в тройничке и начать выпуск полноценных видеокарт. 20 лет назад синие-то уже пробовали, но как-то не удалось. В этот раз они настроены серьезно, и первые тесты это подтверждают. Семейство новых видеокарт будет называться DG2, странное название. И в нее будут входить топовые видеокарты до 16 гигабайт видеопамяти и с поддержкой новомодной трассировки лучей. Источник тестов неофициален, но они выглядят разумно. Так, вариант с 3584 потоковыми процессорами и частотой 1.8 ГГц оказался всего лишь на несколько процентов слабее RTX 3070 и AMD RX 6700 XT. Младшая же версия с 1024 потоковыми процессорами быстрее базовой GTX 1650 на почти 15%. С учетом того, что это первые десктопные видеокарты Intel, результат можно назвать отличным. И если Intel не загнет ценник и не продаст бампер майнерам, нас ждет третий игрок на рынке GPU. А конкуренция это всегда хорошо. Мы привыкли к тому, что вирусы воруют информацию, шифруют ее, потом заставляют платить. В общем, они плохие. Но новый зловред под названием Vigilante Malware поступает достаточно благородно. Он вносит адреса торрент-трекеров в файл хост под локал хост, и в результате пользователь не может к ним получить доступ через браузер. Автор вируса неизвестен, и единственная его зловредность в том, что он собирает IP-адреса зараженных ПК. Что забавно, заразиться им можно на тех самых торрентов, которые он блокирует. Но ничего страшного в этом нет, файл хост может чистить любой антивирус. Новая память DDR5 выглядит интересно. Частота от 4800 МГц, сниженное напряжение и высокая пропускная способность. Пользователям с DDR3 самое время задуматься об апгрейде. Всего компа целиком. Для DDR5 будут выпущены новые CPU. У Intel это Elder Lake, оно же 12-е поколение, появится в конце года. Естественно, на новом сокете, LJ1700. AMD внедрит поддержку DDR5 в следующем году. И сколько же такая память будет стоить? Дорого. Team Group уже представила комплект Elite DDR5 на 4800 МГц из двух модулей по 16 ГБ, которые обойдутся в 400 баксов. Или почти 30 тысяч рублей, что в два раза дороже DDR4. Так что апгрейд будет стоить дорого. Это были самые жаркие IT-новости. Надеюсь, у вас не так жарко, как у меня. Камера отключалась уже три раза. На связи был МК. Самые интересные и свежие новости читайте в нашем сообществе ВКонтакте. Меня зовут Михаил Крошин. До скорых встреч.